Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, заявили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата, сказано в релизе. Что, в общем-то и ожидалось. Можно сколько угодно пыжить щеки и набивать себе цену, особенно когда тебе цена пятачок за пучок, но когда серьезные люди решают серьезные вопросы и скомандовали к ноге, то сразу забывается все величие и ты бежишь на их команду. Сам факт того, что Путин будет излагать какие-то там подходы в свете преодоления негативных последствий глобального изменения климата, говорит о том, что он действует в рамках чужой повестки и по чужим правилам. А потому уже проиграл. Заранее и заведомо. Можно принять участие в саммите и заявить, что глобальное потепление, проблема недостаточно изученная, спорная и уж точно неоднозначная. А потому принимать решение стоимостью в триллионы долларов, основываясь на несколько сомнительных предпосылках, это, как бы помягче выразиться, какой-то развод. Ничем не лучше звонка из службы безопасности Сбербанка, когда у вас требуют реквизиты вашей карты. Вот это уже своя собственная позиция, а значит шанс играть по своим правилам. Правда, кроме слов в таких случаях требуется еще пара пустяков, сопоставимая промышленность, развитый технологический уклад, диверсифицированная экономика, запасы и резервы для совершения маневров. Когда этого нет, то твое мнение окружающих интересует значительно меньше. Нет никакого секрета, для чего Запад и США педалируют повестку глобального потепления. Все банально, развитые страны намерены совершить технологический рывок и уйти далеко вперед. Поэтому они решают два принципиальных вопроса, за чей счет, то есть кто оплатит этот рывок, и как сделать так, чтобы исключить случайных попутчиков, оставив их за бортом. Решение предельно рациональное, оплатить этот праздник жизни должны страны третьего мира. Чем одновременно решаются обе задачи, гарантируя и рывок развитых стран и безнадежное отставание развивающихся. Для того и саммит, на котором развивающимся странам будут выкручивать руки и объяснять, какие проблемы возникнут у них, если они не согласятся с заманчивым предложением. Россия, как страна развивающаяся, на этом саммите находится в списке стран, являющихся пищевым ресурсом. Планктоном. Мнение еды и едока совершенно не интересует, но мы же люди цивилизованные, потому пусть что-то там такое скажут. Ну и вот Путин и выступит по вопросам налаживания сотрудничества, не подвергая сомнению сам подход. Что автоматически оставляет Россию в положении того самого пищевого ресурса, которое ей определено не только Западом, но и убитой экономикой и невозможностью проводить свою собственную политику. Обыватель в России под политикой понимает перемещение солдатиков к украинской границе. И преисполняется гордостью. Но мощь и независимость страны определяется совсем иным, развитой экономикой, емким внутренним рынком, высоким потребительским спросом. То есть, тем, чем Путину хвастать точно не получится. Наоборот. Поэтому придется прижимать хвост и бежать к хозяйской ноге. А что еще остается?